Елена Новикова, инвалид-колясочник из Богородска. Несмотря на маломобильность, ведет активный образ жизни и разрушает стереотипы. Сегодня она третий раз прыгнет с парашютом. Высота 3000 метров. Третий прыжок, мне кажется, самый волнительный такой почему-то. Первый два, как это было так. А вот сейчас я прям... Я просто знаю, что меня ждет. Я так в предвкушении удовольствия вот это. И страх, и одновременно удовольствие. Я сейчас сама в шоке. Я до сих пор не знаю, как я на это отважилась, но я знаю, что после первого прыжка я просто влюбилась в небо. Влюбилась в парадром, в самолеты. Вместе с ней к затяжному прыжку готовятся несколько десятков людей. На Богородском аэродроме инвалиды-колясочники, люди с детским церебральным параличом и различными нарушениями опорно-двигательной системы. Многие приехали из других районов Нижегородской области. Воплотить мечту в жизнь и шагнуть в пустоту для них стало возможно благодаря проекту «Взгляд с высоты». Как и полагается, сначала инструктаж, потом тщательный медосмотр. Допустили до прыжков всех. Работают с необычными парашютистами на аэродроме все лето. Уже появились новые способы подготовки. А инструкторы получили незабываемый опыт. Есть стандартные схемы подготовки парашютистов. Здесь она частично только работает, потому что у каждого человека свои особенности. И приходится что-то выдумывать и креативить, так сказать. В данном случае вопрос ног. Очень важно на приземлении поднять ножки выше. Поэтому мы изобретаем местные конструкции, чтобы возможно было это сделать. Первая партия парашютистов взмыла в воздух на самолете Ан-2. Среди них и наша героиня Елена. В тандеме с инструктором Рустамом они первые выпрыгивают с высоты 3000 метров. Ощущение всегда у меня, конечно же, в первую очередь ответственность. Я переживаю. Парашютный спорт, он все-таки связан с риском. И я уже, это даже не знаю, по традиции, по нервам. Наблюдая, когда самолет уже набрал определенную высоту, я считаю черные точки, которые выпрыгнули. А потом считаю, сколько парашютов раскрылось. Не знаю, почему так. Просто действительно из-за переживаний. Около 30 секунд свободного падения и долгое планирование к земле. Тандем на твердой поверхности. Это круто! Это такие эмоции! Это очень круто! Это незабываемые эмоции. Всем, кто не прыгал, я советую прыгать. Это полная перезабрузка организма. Я вообще забыла про все проблемы. И забыла, что я в коляске, как птица полила. В среди облаков. Был ли третий раз таким страшным, как казался? Я теперь четвертый хочу. Тут же друзья встречают парашютистку аплодисментами и подарками. После третьего красивого прыжка соратники Елены уже пророчат ей большую спортивную карьеру. Мы еще ее потренируем. Совместно с сотрудниками аэродрома поработаем с ней. И будем рекомендовать и связываться с паралимпийской сборной. Все это стало возможно благодаря стараниям большой команды единомышленников. В этом году им удалось выиграть президентский грант. Это позволило многим людям с ограниченными возможностями осуществить свою мечту, на которую не отважились бы многие. Это была огромная команда. Мы полгода писали этот проект. В конце концов его выиграли. Это очень, очень круто. Сумма это почти один миллион рублей. Самая большая, даже подавляющая часть этой суммы пошла на оплату прыжков, фото-видео операторов. Так что это в принципе такое дорогостоящее удовольствие. За это лето прыгнуть с парашютом смогут 30 людей с инвалидностью, а также 20 волонтеров из их команды. Закрытие проекта «Взгляд с высоты» 11 сентября. Его хотят провести в торжественной обстановке вместе со всеми друзьями и партнерами, чтобы достойно завершить этот большой и актуальный проект. Если, конечно, эпидемиологическая обстановка позволит. Даниил Воронов, Валентин Волков. Время новостей.